Так, мы тогда про суицид, да, говорим? Что неловкий момент? Вот. Это не суицид. Давай поговорим о Боге. Потому что суицид это насильственное действие. Это признание поражения, это белый флаг. Ты скажешь своей маме. Я ее подготовлю к этому. Там, секс с мужчиной я попробую. В конце этой церемонии я, ну, например, приму яд. Это гейм-овер для меня. Ты не думай, что твоя мама будет плакать. Ребят, всем привет. У нас сегодня новый выпуск. И тема у нас очень нестандартная. Сегодня мы будем говорить о смерти. Федя, привет. Привет. Давай немножко вступления. Кто ты, что ты. Немножко о твоей жизни. И потом уже перейдем к деталям. Мне 35 лет. Я коренной москвич. Спортсмен, программист, философ. Читаю книги. Пишу в интернете тексты на те темы, которые меня волнуют. Работаю дома последние 4-5, нет, 4 года уже с лишним. На брата у него бизнес. Я занимаюсь там IT-обеспечением. Значит, про смерть. Очень важно понимать, что это не самоубийство. Желание покончить с собой у меня было осенью 13-го года, когда меня бросила девушка. Мы встречались 3,5 месяца. Страдал я по ней за тем 2,5 года. Почему я тогда не умер? Потому что я решил, что можно жить так, как будто ты уже умер. Но на самом деле это так был самообман. В принципе, я жил, как жил. А как это было? Тогда я этого не сделал. Ты наглотался таблеток? Вот, понимаешь, мне удивительно, что вот когда я мог себе все это позволить, и таблетки, и алкоголь, там, наркотики, мне почему-то это совершенно не хотелось. Ну вот вообще у меня не было желания даже набухаться. Вообще никакого. А как ты пытался на себя руками наложить? Ну, было, я не пытался в том-то дело. Я просто, были такие моменты, я работал тогда в офисе, он был на крыше, на Тульской, и там был выход прямой на крышу. И были моменты, когда, ну, например, если я бы получил фотографии там с ее свадьбы, я мог бы встать, вот выйти пешочком и туда, на набережную. Вот, ну, такое могло быть. Но эти фотографии я получил потом, когда мне уже было на них плевать. И так я понял, что эта история позади. То есть ты реально хотел на себя наложить руки? Из-за какой-то там пизды, я извиняюсь. Да, да. И вот, кстати, люди, которые мне помогали... Накладывать руки. Помогали не накладывать руки, а как раз, ну, как-то вникать в мою проблему, лучше всего сказал мой друг Алексей Николаевич, 56-го года рождения, Федор говорит, я тебя не узнаю. Ты молодой, красивый, мне бы... Федор, мне бы на твоем месте оказаться. Ты скажи, как это тебя бросило? Ты бросил, скажи, заебала, нахуй нужна мне. И я смеялся, сквозь слезы, говорю, Леха, ты лучший просто. До сих пор всем это рассказываешь, и говорит, да. Но он же действительно был прав. Совет. Ну, по-своему он был прав. Но меня больше угрючало другое, что люди как бы не понимают проблем, и они говорят, ну, как подумаешь, что тебя девица бросила? Вон там какие бывают у людей сложности, болезни, какие-то там войны, нищета. А давай уточним сразу же, а сколько лет тебе было? Я говорю, мне было 28, да, 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 28, 29, 29 лет мне было. 29 лет. 29 лет. И, собственно, да, да, да. И год спустя, ну, у меня запоздало развитие в этом плане. Я так начал говорить, что когда мне исполнилось 30, тогда я тоже страдал, вообще уже год прошел с лишним. Я уже жил с другой девушкой, она, естественно, ничего этого не знала. То есть ты жил с другой девушкой, трахал ее каждый день и думал о другой? Разумеется, да. Ну, как-то надо было справляться. У меня просто не было другого выхода. А постели представляла ли ты, что ты трахаешь ту женщину? Нет, стой, у меня... У меня, ну, там была гораздо глубже связь, чем секс. И что самое ужасное, что самое чудовищное было, что я трахал девушек, которые были по всем статьям круче, по всем. Я не мог забыть ее. Это просто поразительно. А ты не думаешь, что это был приворот? Да нет. Сто процентов. Я не верю. Бабушка. Нет, нет. Заговоры, косыночки, там, огонечек. Это хуйня, хуйня, это полная. То есть чем дольше я живу, тем больше я понимаю, что... Ну, как хуйня, смотри. Ну, давай разберемся. Естественное, нет, да. В сексе, она, ты говоришь, была не айс. Не, она была айс, но дальше было круче. Дальше было круче. Да, конечно. И все равно тебя тянул к ней. Ну, я не мог ничего с тобой поделать. Я каждый день думал про нее. Каждый день. Это вот каждый день все время. Ты просыпаешься, ты сразу думаешь. Ладно, об этом мы продолжим дальше. Давай я сначала о твоей жизни. Сколько лет сейчас тебе? 35. 35? Да. Пол жизни уже прожил. Ну, да, точно. Учился, да. Ой, лучше мне учился. Московский горный. Если ты тупой и упорный, поступай в Московский горный. Его не успели закрыть. То есть ты горняк. Его не успели закрыть до тех... Прежде чем я туда поступил. Сейчас такого университета нет. Я поступил не на горняцкую специальность, а на дискретную математику, сапр. Но это невозможно было никому объяснить. Потому что горный что? Это какой? Ну, люди поступали нормально. Там МГУ, Бауманка, там Нифи. Считаешь ли ты, что у тебя математический склад ума? Раньше считал, да. Считался я технарем. Сейчас я понимаю, что я гораздо больше гуманитарий. Если я был бы технарем, я бы жил в системе спокойно. И меня бы не заботили те экзистенциальные проблемы, которыми я занимаюсь последние 5 лет. А какими проблемами ты занимаешься? Смыслом жизни, прежде всего. Смыслом вообще происходящего вокруг, предназначением человека. Вот отношениями между людьми. Вот обо всем об этом я бы не думал. Подожди. Это все началось у тебя после того, как у тебя случилось все с девушкой? Разумеется, да. До этого я жил в состоянии таком, что я все делаю правильно, все идеально. Я самый лучший, все знаю, ничего нового мне не надо. Она, все, что она сделала, это просто поставила зеркало. Она младше меня на, господи, 6 лет. И, ну, по сути, соплящика просто-напросто. И она, самое ужасное, почему я так страдал, да, потому что она смогла показать, не специально, это вот просто так вот так вот было явно, что, ну, я реально ничего не достиг, почти ничего не знаю, мало что умею. То есть она убила в тебе самооценку? Ну, она, скажем так, отрезвила ее, да, да, самооценку. То есть ты действительно себя считаешь тупым? Ну, тогда я бы, она была абсолютно права. Это был самый ужас, потому что до этого девицы, да, там всегда я был прав, то есть я где-то на третий день уже забывал. Потому что, ну, как бы, ну, я был круче. А здесь просто по какой статье ни посмотри. Программирование она лучше знала. Значит, она аккуратнее была, в целом образованнее. И воспитание даже. Ну, не воспитание, не так, сдержание, скажем так. Я мог вспылить, и, собственно, в ее присутствии тоже. Вот, она об этом не понимала. И, ну, я думал, вспоминал, за что можно было бы ее упрекнуть, где бы вот она себя вот прям плохо повела. И я не мог этого представить. Впервые в жизни я не мог доказать самому себе, что другой человек не прав, а я прав. Впервые в жизни. Давай немножко про твою семью поговорим. Ты один в семье? Родители нет. Нас трое. Трое сыновей. Старший... Три брата. Да, три брата. Старший по матери. Он намного меня старше. 69-го года рождения. Я 84-го. Младший брат родной 90-го. И родители интеллигенты. Они познакомились... Аристократы? А? Аристократы. Нет, не аристократы, но интеллигенты, диссиденты. И, в общем, я рос в такой, ну, атмосфере протеста, сопротивления. Я бы не назвал эти условия тепличными по материальным, с материальной точки зрения. То есть денег не было? Нет, деньги были, как там вот какой-то был опрос. Там вот у нас хватает денег на еду, но не на одежду. Вот это вот был наш вариант. То есть мы не голодали, особенно когда начались так называемые лихие 90-е. Особенно это были самые тучные годы для нас, потому что папа стал получать зарплату просто в долларах на лоб. И у нас каждый месяц появлялись телевизор, видеомагнитофон, пылесос, стиральная машина. Поэтому я не понимал... У тебя папа был братком? Нет, он был переводчиком. Кем? Переводчиком был. Он переводил книги с английского, немецкого, итальянского, французского особенно. И у него были просто заказчики американские. То есть он у тебя полиглот? Да. Сколько языков знал твой папа? Боже мой, ну хорошо. Он знал штук пять и еще имел представление, так чтобы смог разобраться, наверное, может быть, еще пять. То есть, ну там европейские все, он говорит, они все одинаково устроены, там знаешь один уже, в остальных можно догадаться. То есть по специальности твой папа был переводчиком? Да, иньяс, да, иностранные языки, он переводил философию, средневековую богословскую литературу. Вот. Поэтому, да, я горжусь своим отцом. Я смею надеяться, что я унаследовал от него, ну, какую-то тягу к знаниям, какую-то врожденную грамотность. Есть она или нет, не знаю. Но, в общем, да, он крутой был. Говорим о маме. Мама. Кто такая твоя мама? Кем она работает? Моя мама врач, и по призванию, и по профессии. Она очень долго говорила, что следующий мой год будет последним в плане работы. То есть на пенсию можно на сколько уходить? В плане работы, конечно, да. Будет последним. И она уходила где-то лет пять. Ее все время предлагали остаться, остаться. И она, несмотря на ужасную бюрократию, все равно осталась в районной поликлинике и продолжала честно подростков. Подросткам она специализировалась. В общем, их обследовать. Ну, самое, конечно, такое судьбоносное, это диспансеризация от итогов которой зависит, пойдет он в армию или нет. Вот я думаю, что это самое важное было. Моя мама. Это единственный человек, которого я вообще в жизни встречал, которого я знаю, который способен любить. Вот у нее любовь прям такая, как вот апостол Павел завещал, христовая, которая не требует, долго терпит. Вот самая-самая библейская любовь, она ей обладала. Я второго такого человека не знаю. Действительно способна бескорыстно любить всех. Давай поговорим о твоем детстве. Есть какие-то яркие воспоминания с твоего детства, которые у тебя приходят в голову? Ну, есть яркие воспоминания, например... Что самое яркое у тебя в детстве произошло? Ну, самое яркое, прям самое яркое, наверное, сложно сказать, это надо так заранее было подумать, подготовиться. Но меня забавляет то, что я очень долго учился кататься на велосипеде, меня мама учила, и я говорил, что я буду ездить только на четырехколесном, и когда вырасту, прикручу маленькие колесики к своему велосипеду, чтобы никогда не упасть. А потом, ну, внезапно, я стал ездить очень много на велосипеде, и там 10 тысяч километров в год, может быть, больше. И сейчас, ну, велоспорт — это самая лучшая устроенная сфера в моей жизни. Самое страшное, что произошло в детстве? Самое страшное, что произошло в детстве... Ой, даже трудно сказать. Наверное, страшно было, когда оставляли одного. Страшно было, когда... Ну, вот... А, вот что было самое страшное, пожалуй. Да, конечно. Отец пил, он пил с 17 лет до 69, то есть до самой смерти. Ну, конечно, уже с возрастом поменьше. С 17 лет до 69? Ну, то есть, да, он пил всю жизнь. То есть он всю жизнь алкоголиком был. Всю жизнь. Вот. И я очень расстраивался. Вот я не знал, он придет с работы каким? Пьяным или трезвым. Или, например, он должен был приехать на дачу. И он не приезжал, и говорили, что он заболел. И я как бы знал, что он не заболел, а он пьет. Во сколько лет ты начал понимать, что отец все-таки пьет, а не болит? В 10-11, кажется. Я плакал, была истерика, и это был первый раз, когда я увидел, что моя мама плачет. Вот. Не думаешь ли ты, что после твоей смерти она будет плакать еще за ней? У меня есть больше года, я ее подготовлю к этому. Ты скажешь своей маме, что ты хочешь сдохнуть? Ну, мне странно, во-первых, не сдохнуть. Я хочу достойно уйти из жизни. Знаешь, как говорила моя преподавательница в математике? Она у меня была все одна. В математике я был не сильный. От перемены мест слагаемых, Волочка, сумма не меняется. Вот поэтому я не технический человек, а гуманитарный, потому что в гуманитарных науках еще как меняется. Если в предложении два слова поменять местами и там запятую не там поставить, еще как поменяется. Я удивляюсь, что она еще об этом не знает. Может быть, она думает, что я как-то шучу. Может быть, она не знает, как об этом поговорить. А видела ли она твой канал? Нет, я думаю, что нет. Уверен, что нет. Иначе бы она сразу сказала, что это такое. Насколько я знаю, ты создал специальный канал для того, чтобы он освещал то самое мероприятие, которое должно у тебя произойти через буквально... Нет, канал я специально не создал. Это все тот же самый канал, на котором есть вполне вменяемые ролики. Ну, я тебе скажу больше, они у тебя все вменяемые. Я решил, а, хорошо. Даже там, где я сам голос повышаю, сегодня не видел. А ты считаешь, что они не вменяемые? Может быть, ты не видел? Я ничего не считаю. Я смотрю, как общество на это реагирует. Вот в моей жизни... Ты считаешь опыты над обществом? Ну, разумеется, все, что остается сделать уже. Просто уже такая скука смертельная, что все, что остается делать, это экспериментировать над людьми. И один из вариантов, который может меня отвлечь, перенести или отменить собственную смерть в 2021 году, это какая-то вот такая идея поставить глобальный эксперимент какой-то над людьми, ну, хотя бы окружающими, хотя бы там в пределах Москвы. Лучше, конечно, побольше. Потому что, ну, все остальное такую смертельную скуку наводит. Ну вот. И поэтому, что касается мамы, ну, кстати, кстати, одна из причин, почему я не предпринимал попыток покончить с собой осенью 13-го года. Мама сказала так, если ты с собой что-то сделаешь, я найду ее и убью. Это была не шутка. Я подумал, черт, да, придется этого не делать. Ну, насколько известно, это уже давно известный народный факт, что русская женщина это особенная женщина. И русская женщина ради своего сына, ради своего потомства готова на многое. И 41-й год был тому доказательством. Ну да, этот народ не победить, безусловно. Русских невозможно убить. Да. Их невозможно победить. Да. С русскими можно только договориться. Ну, типа того. Считаешь ли ты, что ты в жизни добился всего? Ты знаешь, я считаю, что я добился всего, чего я мог добиться, но не всего, чего хотел. Но я скажу, что у меня на самом деле невысокая самооценка. В это трудно поверить, если пообщаться с людьми, которые меня знают, у них поспрашивать. Потому что я четко понимаю, что мне не по зубам многие вещи. Что... Например? Ну, например, там, скажем, мой идеал в программировании, там, да, там, Павел Дуров, там, его брат Николай. Я понимаю, что они просто настолько талантливее меня, что никаким трудом, никакой психологией, никакой самооценкой не закрыть и половину той разницы, которая нас отделяет. в спорте. В спорте это очень хорошо видно, потому что, как еще Вуди Аллен говорил в фильме Энни Холл, когда он на светском вечере уединился в комнате и смотрел баскетбол. И она к нему пришла и говорит, почему же ты не с нами? Она говорит, вот смотри. Он говорит, вот смотри. Вот тело не врет. Если ты не умеешь играть в баскетбол, ты не умеешь играть в баскетбол. А чтобы притвориться интеллектуалом и разобраться, и сделать вид, что ты разбираешься в тех вещах, о которых здесь говорят, это очень легко. Никто, в общем, тебя не раскусит. Поэтому в спорте я вижу, да, люди, которые намного талантливее меня, и у меня нет амбиции их обогнать. У меня был список врагов, так называемых, которые меня мотивировали для того, чтобы быть быстрее. Я доволен тем, что я достиг. Я не хочу оказаться в такой ситуации, когда я пойму, что я уже не смогу ехать быстрее, не смогу уже бежать быстрее, и буду говорить, как там нынешние 50-летние, ну, в категории-то, зато возрастной своей я поборюсь. Ну, не очень интересно. Разумеется, единственная сфера жизни, в которой я не доказал свою состоятельность, это дети. Раз, два, всунул, высунул, готово. Вот нет. Вот нет. Это несостоятельный подход. Что, по-твоему, тогда есть состоятельный подход? Состоятельный подход это планирование семьи, это чтение книг по педагогике, по детской психологии, это строго домашнее образование, потому что отдать своего ребенка на самотек в детский сад, обычно, или в школу, могут только родители, которым плевать на своих детей, ну, просто круглые дураки, морозки настоящие. А здесь я с тобой поспорю. Ну, конечно, поспоришь, ты же нормальный, ты в системе, у тебя все хорошо, супругу приходил ребенок, здоровые люди. Дело не в системе. Так. Я считаю, что детям нужно давать минимум, иначе дети в 18 лет начинают нюхать кокаин, и на них все хорошо. Что значит давать минимум? Ты должен идти в обычный детский садик, ты должен идти в обычную школу. А там кокаин не нюхают. А? В обычной школе кокаин не нюхают. Мы все из обычной школы? Нет, я не знаю из обычной школы. Я учился в первой московской частной школе Пироговка. То есть ты мажор? Очень благодарен своим родителям. Нет, там не мажор, там в основном интеллигенции училась, они были, ну, такого же класса, тогда... Я с быдлом, половина моих одноклассников сидят. Что-то есть. Что-то есть. Вот. И, конечно, когда я перешел в районную школу в девятом классе, потому что я стала уже загнивать, это был, ну, серьезный удар. Когда ты сидишь, а тебя сзади вот так по ушам бьют, ты просто не понимаешь, как на это реагировать. Ты поднимаешь руку, там, все, а учительница понимает, что... Ну, а не считаешь ли ты, что это развивает некий иммунитет в ребенках? Тоже на это реагировать. С каждым... С каждым годом жизнь становится гораздо агрессивнее и сложнее. Вот. Это развивает не иммунитет, это развивает ненависть в данном случае. Почему? Ну, у меня это развивало ненависть. Я не понимал, что они делают. Ты бил когда-нибудь кого-нибудь? Нет, физически я был слабее, и это был бы неравный бой. Я умел убегать. Согласен с выражением, что волка кормит ноги? Волка кормит ноги? Первый раз слышу. Наверное, как это... Зайца не кормят, а сохраняют ноги только. Вот это больше про меня. Как у тебя обстоят дела с заграницей? Был ли ты когда-нибудь дальше в России? Да, разумеется. Я был в США три раза. Ты был в Америке? Конечно. Три раза? Три раза, да. Причем, знаешь, первый раз это было очень интересно, потому что, когда я работал на телевидении, сказали, что меня могут отправить в командировку в Индианаполис, чтобы 500 миль Индианаполиса комментировать с места событий. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, когда я это услышал. И все, что затем продолжалось. И когда я приехал в Америку, там было одна или две пересадки, и вот разместился в своем отеле в городе Индианаполис, подошел к окну, приоткрыл шторку, увидел, что там едет пожарная машина, точно как в 911. И только в этот момент я понял, что Америка существует. До этого у меня была маленькая-маленькая такая мысль, что это все вымысел, потому что моя, так скажем, ее называю второй бабушкой, хотя она папина не мама, а тетя. Она, несмотря на то, что нигде дальше Венгрии не была, поклонялась Западу. И для нее все, что в Америке, все было идеально. Все, что они делали, это было образцом совершенства. И поэтому я был у нее на каникулах, и вот через меня эта такая пропаганда западная проходила насквозь. И я, мы телевизор, мы смотрели там как раз вот 911, какие-то другие там новости, там Статус Ввода, там Нью-Йорк показывают. И вот у меня была такая мысль, что это все может быть, может быть придумано. И только когда я увидел вот эту вот пожарную машину, посмотрел, я думаю, точно, как на картинке. Надо же, есть и правда. Вот, поэтому, да, в США был в три раза, в Европе, в Европе почти все объездил на велосипеде, не был только на Балканах, в Скандинавии и в Испании, кажется. Вот, то есть с западным миром знаком хорошо. на Востоке нигде не был. Китай, Япония, вся вот эта Юго-Восточная Азия. Я тебе советовал съездить в Китай? В мусульманских странах не был. Китай и Сингапур. Понял. В Сингапуре был только пересадка авиационной, это не считается, конечно, да. Как у тебя с наркотиками дела обстоят? Никогда не пробовал. Запах травки, он просто противный. Мне в этом плане повезло, наверное, потому что... Гашика хочешь покулись? Что? Гашика хочешь покулись? Нет, вообще, просто он отвратительный. То есть табак, вот обыкновенный сигаретный дым, пахнет лучше. Ну, наверное, я так говорю, потому что у меня папа курил, он курил дома, и я поэтому толерантно отношусь к курению. И я на самом деле сочувствую курильщикам, когда вот так вот взяли, их задвинули, и раньше можно было всюду курить, сейчас нельзя нигде почти. Ну, ну, понятно, что это беспокоит других людей, но какая-то вот какая-то эмпатия у меня к ним есть. Хотя я сам никогда не курил по абсолютно меркантильным соображением. карманных денег было немного, сигареты стоили денег. Сигареты стоят и сейчас денег? Себя не оправдывало. Не, сейчас вроде как ты сам зарабатываешь, и можешь там выбрать, себе там что-то позволить, но нет. Точно так же мне повезло с алкоголем. Я считаю, что кока-кола вкуснее большинства вин. Что из алкоголя пробовал? Я совершенно не разбираюсь. Ну, наверное, не пробовал я, сейчас, какой есть, наркоманский такой забыл, абсент. Абсент я не пробовал. И, ну, а даже чистый спирт пробовал. Я вот подошел к такой точке, когда я все, что я мог и хотел сделать, я сделал, а все, что я хотел сделать и не сделал, я не могу. Я это признаю. Мне просто не хочется ходить по кругу. Я вспоминаю, какой моя жизнь была 10 лет назад, 5 лет назад. Я понимаю, что кардинально менялось не так много. и вот эта вот цикличность, она меня убивает. Ну, мне надоело. Я не хочу еще 35 лет жить в такой ситуации, только становиться хуже физически при этом. И умственно тоже, потому что сейчас я соображаю хуже, чем я соображал 10 лет назад и программирую дольше, и те же самые задачи решают дольше. И, ну, плюс в возрасте есть только один, что когда ты несешь какую-то хуйню и тебе 20 лет, говорят, что ты сопляк. А когда тебе 35 лет и ты несешь то же самое слово в слово, ну, люди с тобой разговаривают. Ну, все. Ну, мысль интересная. Да. Ну, наверное, если я даже буду 55, буду то же самое нести, может быть, у меня уже будут какие-то там паства, может быть, какую-то секту открыть. Ну, вот это, кстати, тоже аргумент. Нет, ну, вот ты говоришь, что ты все добился, не знаю, там вот у нас вчера, допустим, была девочка, она выступала певицей. Певица на БДСМ вечеринке. Там папики, телочки, плёточки, она стоит, поет там лю-лю-лю, а они там хуярят, короче, телочек. Ну, у тебя было такое в жизни? Ну, не заводит. Если говорить... Нет, было или не заводит? Нет, у меня такого не было, и меня это не заводит. Ну, это, это известный риторический приём. Как уж ты не знаешь, ты же не пробовал. Может, ты попробуешь, и тебе понравится. Вот, я про то же. Так можно говорить абсолютно про всё, и жизни, конечно, не хватит, чтобы всего попробовать. Нет, ну, смотри, мы же живём в современном мире. вокруг нас столько благ, начиная там от частных самолётов и заканчивая шикарными женщинами, которые готовы одолеть тебя там, пускай, псевдо-любовью. Допустим. И? Ну, столько всего интересного... Мне не заводят эти блага, которые заводят быдло, что меня убивает. Понимаешь? Ну, не заводят они меня. Ну, я, хорошо, там, секс с мужчиной я попробую за оставшееся время. Почему бы нет? Ну, это окей, потому что все вот об этом говорят, что, блин, да как это, вот гей, и всё. И я тебе вот даже сейчас скажу, я тебе скажу даже сейчас, что, скорее всего, меня разочарует не потому, что это будет отвратительно, а потому, что я буду думать, что это прям вау-вау, как же ты потом можешь жить, когда, значит, ты ему всунул или, наоборот, дал или взял и подумаешь. Потом через неделю уже не вспомнишь. То есть у тебя будет секс с мужчиной перед смертью? Не перед смертью, но в каком-то там обозримом будущем. не прям перед смертью, я имею в виду, но при жизни. Ну, я думаю, что это надо попробовать. Почему нет? Выставляешь, если тебе понравится? Возможно. Нет, смотри, почему полтора года? Не только для того, чтобы всё подготовить и цивилизованно уйти из жизни, чтобы никакого не было имущества, никакого завещания, никаких долгов, чтобы всё было передано, роздано, но ещё, чтобы, конечно, была возможность передумать, чтобы что-то вдохновило. Потому что, если я... То есть ты не исключаешь возможность того, что ты можешь передумать? Разумеется. Я не в отчаянии. Это не состояние там тринадцатого года или вот состояние тех там подростков, которые там кончают собой вот от такой безысходности. Для меня это финал. Это законченный сюжет, законченная история. Это законченная биография. Я успею написать мемуары за это время. Сейчас это очень легко, потому что интернет всё помнит. Взял, собрал небольшая редакторская работа и готов. И это время я беру на то, что, ну, я, естественно, понимаю, что я много вещей не знаю, я много вещей не пробовал, и за это время я надеюсь, что может случиться что-то такое, что меня вдохновит. Но если нет, я не расстроюсь. Вот в чём дело. У меня очень хорошая память. Мне не нужно переживать много раз одни и те же удовольствия. Я могу вспомнить там лучший секс, лучший спорт какой-то, самую вкусную еду, которую я ел. И вот она она со мной. Я вот закрывал глаза. Сколько денег у тебя сейчас в кошельке? Переживаю это, и всё. Сейчас в сумме у меня, наверное, меньше пяти тысяч. Мне придётся занять у брата немного, потому что я себе в этом месяце позволил купить пуховик, который меня очень греет. И это, кстати, интересная история, потому что меня всегда бесило, что ассортимент женской одежды намного ярче, чем мужской. Там просто больше всего. В пять, в семь раз иногда. И вот я пришёл в магазин и хотел купить длинный пуховик. Увидел, думаю, он, наверное, так скрывать будет хорошо. Вот мой уже износился, там, что, мол, у меня не работает. Ну, в общем, вообще неприличного вида. И я смотрю, что вот мужских нет, которые мне нравятся, но есть женские, и тут меня осенило. А что мне мешает купить? Размеры. И он сел, я посмотрю, все размеры померил. Отлично. Всё, я хожу. Ты приходишь в женском пуховике? Он висел на женской вешалке. Да. Кайфуешь? Вообще офигенно. Я кайфую, во-первых, потому что он тёплый, удобный, приятная ткань. И, во-вторых, вот от этого, вот от этого чита, да, что я взял, я купил, и чё? Это вот, знаешь, как, вот, я говорил, что я запоздал в развитии, то есть вот в свои 20-е годы я жил, как будто это были 50-е. Я был таким ботаником, занудой, с девушкой почти не общался. А потом я этот вопрос решил, и вот в свои 30-е я, наоборот, стал жить в свои 20-е. И у меня были очень такие консервативные, такие правильные взгляды на семейные узы. Не то, что если замужем, а если там есть молодой человек, я сразу всё, ой, ладно, я пойду дальше. А потом, я понял, что это совершенно не проблема, вообще-то глупый вопрос. Если мне интересна девушка, какая мне разница, в каком она статусе? Вообще, это меня интересовать не должно. И, ну, как раз она тебе говорит, сначала я замужем, потом она тебе дает телефон, потом вы целуетесь. Я подумал, я раньше думал, если поцеловать замужнего, тебя просто током ударит сразу, Господь, Бог просто, ты провалишься сквозь землю. Блин, я разочарован. Ни хрена не произошло. Давай всё-таки поговорим про смерть. Да. Как ты считаешь, почему многие легендарные личности уходят из жизни? Петля, крыша и так далее. Их разрывает. Задавался ли ты, когда-нибудь, своей жизнью вопросом, почему это происходит? Да, разумеется, ну, тут всё довольно просто. Творческие люди, гениальные творческие люди, они, конечно, ничего не придумывают. Они транслируют, через них идёт. Невозможно представить себе, чтобы Достоевский или Тори Эймос, или Сергей Есенин, чтобы они вот сидели вечерами и думали, так, что бы мне написать сейчас? Какую бы вот, какую бы рифму сложить? Какие бы сейчас аккорды подобрать? Это, ну, абсурд. Это вот, вот этим морочат голову всякие там тренинги, там, научим рисовать за один день, откроем вас творческое начало, до фигня. Если вы уже не пишете с самого начала, если вы уже не творите, этому невозможно научиться, это не передаётся, ребята. И поэтому, ну, как вот, кажется, Шевчук говорил, или, ну, кто-то из наших, в общем, не так важна. Мысль в том, что, вот, бросила девушка. Один может пойти на пицце накидаться, а другой песню напишет. Те великие, которые ушли из жизни, просто не смогли вынести того потока, который на них шёл. Вот этого вот, не знаю, откуда там, из космоса идёт, от Бога. У них есть связь со вселенной, и они всего лишь какие-то передатчики. Ну, они не всего лишь какие-то передатчики, безусловно. Они, очень много, я уверен, что есть людей, у которых есть такая же связь с вселенной, но у них нет такого языка, нет такой, таких ресурсов, чтобы это всё передать в виде текста, музыки, и оставить свой след в культуре, таким образом, себя обессмертить. Но то, что они не сидят и не придумывают, это совершенно точно. И их разрывает. И те, кто свёл счёты с жизнью, ну, недавно я узнал, что Кобейн покончил с собой просто потому, что он не собирался становиться знаменитым. Он не выдержал вот этого, например. Там какие-то другие примеры, да, ну, тут нужно смотреть. Но, в общем, моя мысль в том, что их просто разорвало, то есть то, что через них проходило, а они не смогли это вынести. Твой канал, который создан собственно тобой, и где ты освещаешь свою подготовку к тому самому событию, не считаешь ли ты, что ты можешь передумать и куча негатива и хейта может обрушиться в твою сторону? Потому что все будут этого, например, ждать. Предположим, что у тебя будет миллионный канал и много людей будет на тебя подписано. Да, разумеется, я думал об этом, но это риск, все, что мы делаем в жизни. Может же наступить такая ситуация, когда ты будешь понимать, что ты еще хочешь жить, а тебе нужно уже помирать. Что сделаешь в этом случае? Может быть, такая ситуация, ну, трудно сказать, что я сделаю в этой ситуации. Как я сказал, точно не от количества, вот точно не от количества подписчиков зависит мое решение, передумай я или нет. Точно не от того, сколько людей смотрят. Другое дело, что количество может перейти в качество, то есть среди там этого миллиона могут быть действительно здравые идеи на то, как можно меня использовать в жизни. И какие-то предложения, которые меня не на шутку заинтересуют. все-таки это больше не пиар, а это как ресурс, который может спасти твою жизнь. Нет, канал это меня тоже разрывает. Но поскольку я не масштаба там Есенина Набокова, да, Булгакова, я вот все, что могу делать, это какие-то там семиминутные ролики рассказывать про там надписи в туалете. Ну, вот как бы уровень, да, у меня здесь нет каких-то амбиций, там ожиданий. Наоборот, я не хочу, чтобы вот это все накапливалось во мне, не находило выхода, точнее, находило выхода через каких-то близких друзей, которые, ну, хотя их очень мало, конечно, но все равно. Можно просто начинать с этого дня, рассказывать это в интернет, и пусть оно там лежит. Насчет того, что будут хейтеры, ты знаешь, чем больше я сижу в интернете, тем больше я понимаю, что репутация там не стоит ничего. Можно сегодня там избить прилюдно бывшую жену, и на тебя там дело заведут, значит, скажут, что никаких дел с тобой иметь не будут, значит, просто обрушится там весь Facebook на тебя, пройдет полгода, и опа, человек сразу продолжает в спорте появляться, писать даже что-то, все аккаунты восстановил, живет. Ну, плевать, что еще нужно делать, убить кого-то, может быть, нет, это все, все с рук сходит, поэтому, мне кажется, ты преувеличиваешь. Я бы рад, чтобы так было, я бы рад, было бы, чтобы у нас репутация, и то, что человек делал в прошлом, оно бы действительно влияло, скажем так, на отношение к нему, несмотря на то, что он даже не лезет в политику. Понятно, что когда там идешь во власть, там, если ты до какого-то уровня дошел, против тебя раскапывают все, что можно, все придумывают. Но у меня же нет таких амбиций, поэтому я не думаю, что это какая-то проблема. А не думал ли ты переехать с России и пожить в другую страну, например? Да, разумеется. Я собирался... Что? Тоже Майами. Не, Майами – это дыра абсолютно, это же узенькая полосочка вот так называемого богатого Майами, где там MTV, там все. А дальше там трущобы начинаются многокилометровые. Мы по ним пешком ходили с другом, мы не могли поверить. Там десятки километров... То есть ты ходил... Десятки. Ты ходил по населенным пунктам за 78-й? Ну, я уж не помню, но, наверное, да. Пешком. Да, пешком. По черным районам. По черным районам. Без оружия. Разумеется. Ты нормальный? Не, ну там, ну я и с неграми ездят в автобусе, они совершенно какие-то флегматичные такие, мешки такие сидят. Абсолютно нормально, там никаких проблем вообще им это неинтересно. В Америке вообще удивить кого-то, это очень сложно. Там входит вагон метро вот с таким вот этим самым там городником попугайским цветом. Сложно, но в лоб пулю получить. За что? Не, ну мы же не пристаем к ним, мы едем, едем. Не важно. Нет, ну слушай, мне кажется... Если ты ходил за 78-й, это очень опасное место. Ну, не знаю, мне кажется, это сказка. Вот, опять же, мне ни разу в США не было страшно. Мне было страшно за границей, в Германии, когда я в какую-то сельскую деревню заехал на велики, искал бы, где заночевать, и какая-то какую-то компанию увидел, и я оттуда ушел быстро. Нашему другу, очень известному человеку, он представлял, в том числе, в Олимпиаде, нашу страну, в июне месяце, если не ошибаюсь, в ЛА, в центре ЛА, негр выпустил пулю в лоб. Ну, надо знать контекст. Был под наркотом. Надо знать контекст, все подробности. Никакого контекста не было. Вот так вот, ну, что же бывает, да, где разрешено ношение оружия, тебе могут пустить пулю в лоб. Ну, вероятность, да. Это как, ну, самолеты, они разбиваются каждый год, тем не менее, это самый безопасный транспорт. В Америке большие проблемы с преступностью. Ну, окей, и дальше что ли? Я ходил за 78, я ходил по Гарлиму вообще и не понял, что там такого страшного. Ну, нет, ты опасный тип. И окей. Ничего. Давай поговорим, давай поговорим все-таки про главную тему. Да. Это по поводу твоего события, к которому ты готовишься. Да. Расскажи, как оно будет, планировала ли ты, что это будет, где, как, при каких обстоятельствах и что, если вдруг что-то пойдет не так. Думал ли ты об этом? Смотри, ну, я об этом постепенно начинаю раскручивать рассуждения, размышления. Давай начнем сначала со сроков. Ориентировочно. Ориентировочно это первая половина 2021 года. То есть у тебя уже есть конкретная дата. Конкретной даты у меня еще нет. Если бы она была, я бы ее назвал. Вот. При каких обстоятельствах это должно произойти? Я скажу так. Вот. У меня никогда не было свадьбы в жизни. Свадьбы? Свадьбы никогда не было. Но я бывал на многих свадьбах, ну, как на многих, ну, может, на пяти-шести, наверное, уже не помню. И я точно знаю, как свадьбы делать не надо. Вот. Там просто был полный набор всего. Да, слушай. Полный набор всего, всего бреда, который там происходит. Значит, самый главный, просто полный ахинея, которую делают люди, это тамада. Как вы можете пригласить на самого, как вы можете пригласить на одно из самых важных событий в своей жизни абсолютно незнакомого человека, для которого вы просто конвейер. Он, даже если бы хотел искренне вам пожелать счастья, он бы не смог это сделать. Это, это просто абсурд. Поэтому на своей свадьбе, если она у меня будет, ведущим буду я сам. Я сам буду все рассказывать, зачем, всю программу сам придумаю, все сделаю. Я и моя невеста. Готов это все на себя взять. И, ну, раз свадьба не суждено будет состояться, то мне ничто не мешает провести такую же церемонию прощальную, где я буду ведущим, где будут сидеть люди. А как она будет называться? Ну, пока еще я об этом не думал, но я думаю, что я вот позову очень, очень большое количество народа. Будет тусовка? Будет, ну, можно назвать так, что это будет тусовка. Но там будет такой, ну, скажем так, такая атмосфера и обстановка, что, ну, будет понятно, что здесь происходит что-то важное, но никакого не будет, там, готики, какого-то там, траура. В общем, будет какой-то определенный пафос. Я пока не вижу это в деталях, но я понимаю, в каком направлении нужно двигаться. Вот. Это будет прощальная церемония, радостная. Вообще, вообще переживать об уходе человека из жизни, это крайне эгоистично и вообще не по-христиански. И вообще, мне кажется, любая религия говорит, что эта жизнь, это подготовка к жизни загробной. Следовательно, загробная жизнь лучше, чем эта жизнь. Поэтому надо радоваться, когда человек в нее перешел. Ну, это вообще самая простая логика. И вот, как бы, в конце этой церемонии я, ну, например, приму яд. Ну, что-то должно быть такое чистое. То есть, вот всякое застрелиться, это ужасно, всякие там ошметки. У меня один приятель, дура, мать у него была, купила ему ружье. Он сказал, говорит, мне нужно ружье. Он купил ружье, он через два месяца из него застрелился. Жаль, что он ее не застрелил перед этим. Вот. И должно быть что-то аккуратное. Ты уже придумал какой-то... Я пока не расследовал эту тему. Я знаю, что независимо от того, сколько там будет людей меня смотреть, знать, что мне будет мешать, конечно. Но я скажу, ну, ребята, я хочу сделать это цивилизованно. Полно способов броситься под поезд, спрыгнуть с крыши. Но я не хочу, чтобы меня отскребали. То есть ты прилюдно в микрофон скажешь, что ты уходишь из жизни. Да, что я говорю, в микрофон. Не, кто-то там записывает, будет как-то, да. Ну, ты будешь вести, я буду говорить, они будут знать... Нет, все будут знать, куда я пришел. Я поэтому готовлюсь к этому. Я поэтому рассказываю. То есть они будут знать, что они приходят прощаться с тобой. Разумеется. И я, кстати... То есть это не будет завуалировано? Нет, конечно, ни в коем случае. Ни в коем случае. Хватит обманывать. Разумеется, это будет... И они все будут знать, куда они приходят, зачем они приходят. И я сейчас уже рискну предположить, что придет вот столько человек. Потому что они договорятся между собой и скажут, не надо давать ему шоу. Если будет шоу, он точно умрет. Он точно себя убьет. А вот если он будет один, он тогда будет думать, давайте я сделаю и ушел. Ты допускаешь этот момент, что ты можешь передумать? То есть ты собрал церемонию, люди пришли. Да, конечно. Ты со всеми попрощался. И вдруг я понял, что я передумал. Да. Конечно, такое возможно. Ну, то есть, вообще крайне глупо говорить, что... Нет, точно. Все. Особенно в таких вопросах. Ну, реально этого никто не делал. И я допускаю, что я и сдрепить могу элементарно. Да. Но, опять же, вот потому, как я живу, сколько уже? Три недели, больше даже с этим решением. Каждое утро я понимаю, блин, поскорее бы. Поскорее бы. Это очень серьезный вопрос. Да. Когда ты умрешь, как ты думаешь, ты попадешь в рай или в ад? смотри, значит, во-первых, разумеется, есть жизнь после смерти. Если ее нет, все... Значит, ты однозначно веришь в жизнь после смерти. Нет, но и очень просто. Если жизни после смерти нет, то есть, нас не было ни до нашего рождения, не будет ни после, просто нет сознания, то все, что мы делаем, все, что мы сделали, не имеет никакого смысла вообще. Потому что по сравнению с вечностью, да, по сравнению даже с историей цивилизации, там даже по сравнению с двумя тысячами лет, жизнь человека это вспышка. Она бессмысленна, в принципе, имеет смысл жить только думая о том, что может быть с тобой после смерти. Потому что прожить гедонистически на уровне там растения, животного, ну, я все сказал и буду еще говорить про этих так называемых людей. Это вообще не история. Должна быть высшая цель. И я очень хорошо отдаю себе отчет в том, что вот эта самая жизнь после смерти может быть не для всех. А, например, для тех, кто сам решил, когда он умрет, а не оставил это на воле Божьем, жизни после смерти не будет. Да, я беру на себя такую ответственность. Я готов встретиться с Богом или с дьяволом и все ему рассказать, что, почему я делаю. Ну, хотя он и все это знает и так. Если ты увидишь Бога, да, если все-таки он есть, лицо в лицо. Первая фраза, которую ты ему скажешь. Прости меня, Боже. А если ты увидишь дьявола? Я буду драться. Это сильно. Все, ребят, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш выпуск. Он был, он был очень, очень нестандартным, очень нестандартным. И, мне кажется, заставляет задуматься многих и обо многу. Спасибо, что пришел. Благодарю. Все, пока-пока. Володя не такой, подписочка, колокольчик, лайк. Все, как обычно. Пока-пока. Вот без этого, без этого дерьма подписочка, колокольчик, а то они сами не знают.